Генеральный партнер проекта цифровое телевидение IDTV. Твое персональное телевидение. И снова мы, вся наша жизнь вопросы и ответы. Как не пойдешь? Ты же всем хотел доказать, что ты лучший баскетболист. Сейчас как раз то самое время. Я не пойму, ну что ты ломаешься? Нет. Ну я прошу тебя. Ради меня. Не пригласить на передачу эту актрису и не рассказать вам ее историю я не могла. Потому что она образец трудолюбия, целеустремленности для любой молодой девушки, мечтающей связать свою жизнь с творчеством, с кино, телевидением. Ни один год ее жизни, а попалая Сельсадвакасова на экран всего в 17 лет, не был проведен впустую. Новые проекты, новые роли, новые песни. Ей всегда есть чем удивить, о чем рассказать зрителю. Вот и сегодня мы застали ее за работой на съемках нового фильма Оскара Бесембина. Добрый день. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Дорогие зрители, прежде чем мы начнем наш разговор с ОСЕЛЬ, хочется сказать, что этой встречи я жаждала очень долго. И вы постоянно писали в своих отзывах в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в самых разных социальных сетях о том, что вы очень хотите видеть эту актрису. Но в связи с ее бешеным просто графиком, чрезвычайной занятостью, нам вот удалось встретиться только сейчас. Да, к сожалению. И как я узнала, на этой картине вы не только актриса, не просто актриса, вы генеральный продюсер этого фильма. Да. Правда? Расскажите, пожалуйста. 10 декабря выходит первый дебютный фильм, где я выступаю и как актриса, и как генеральный продюсер. Сейчас параллельно идут съемки комедии «Замуж в 30». Практически тем же составом режиссер, оператор, сценаристы. И съемку мы планируем закончить где-то к седьмому как раз декабря. Седьмого будет предпоказ. И вот, вот так вот. Но на самом деле я, что хочу сказать, бешеный график. Я сплю очень мало и даже сегодня утром не могла собраться, потому что так спать хотелось. Но поймала себя на мысли, что это и есть то, чем я хотела бы заниматься всю жизнь. Я, наконец, нашла себя в профессии. Ну и быть на экране, но и создавать, потому что вот все даже трудности, с которыми я сейчас сталкиваюсь, так как Адель – это все-таки мой дебют, я все равно ловлю себя на мысли, что мне нравится их преодолевать. И вот за какую-то трудность там мы решили какую-то, я не знаю, ситуацию. И я прям такая хожу гордая, что я смогла там это сделать. Начинаю ощущать себя какой-то взрослой и какую-то свою, наверное, даже где-то, не то, что значимость, но какую-то роль вот в этом всем понимать. И я вот могу точно сказать, что шоу-бизнес – это не мое. Вот так шоу-бизнес – это не мое, решила Осель, отдав этой сфере без малого 13 лет жизни. Появление группы «Даус Интернешнл» в 2002 году стало для казахстанской эстрады большим событием, можно сказать, прорывом. И в этой четверке красивых, юных, талантливых, поющих на казахском языке девушек самой яркой была именно Осель. Здесь ей всего 17, она прошла кастинг в группу, добавив себе лишний год. Младшая в коллективе оказалась самой опытной. За плечами Осель была работа в картине «Саранча». Это на самом деле была моя мечта еще с 17 лет, когда я только попала впервые на площадку телесериала «Саранча». Я наблюдала сама, когда жила в Джатогоре за этим всем, за всеми этими актерами, когда попала на площадку и вот это все увидела, и я поняла, что я хочу этим заниматься. Я честно пыталась их и на кастинге ходила. Но либо типаж мой не подходил, либо какие-то еще обстоятельства. В общем, так получалось, что мне было сложно самой вот как-то вот пробиться. А потом, знаете, когда наступает уже определенный возраст, и ты приходишь на кастинги, и тебе уже так говорят, а с тобой я там 85-го года, а с тобой на кастинге на эту же роль пробуется девочка, например, 98-го года. И ты думаешь, что-то уже, по-моему, не то. По-моему, тебе уже пора перестать это делать. Но Осель не перестала. Наоборот, отныне она сама продюсирует кино и сама играет в нем главные роли. Совсем скоро на экраны выйдет лирическая драма «Адель», в которой моя героиня играют в паре с замечательным актером Бериком Айджановым. Режиссер «Адель», как и фильма, на съемках которого мы присутствуем сейчас, Аскар Бесембин. Сегодня он снимает комедию, историю одинокой девушки, которая все никак не может найти спутника жизни. Картина так и называется «Замуж в 30». Мне кажется, достаточно актуальная тема выбрана. Можно сказать, она болевшим, потому что девушек незамужних сегодня в нашем обществе очень много, как и ребят. Мне интересно, почему именно Осель вы пригласили на главную роль? Потому что все-таки комедийные роли играть сложно. Возможно, это даже сложнее, чем играть в трагедию. Почему именно она? Она ярко выраженная комедийная актриса, больше, я вам скажу, чем драматическая. Потому что у нее лицо такое позитивное, забавное, открытое. И она очень хорошо, она не боится самоиронии. Это же самый большой момент, когда женщина играет в комедийную историю, это умение посмеяться над собой. У нее с этим все в порядке, и у нее получается. И тогда я сказал уже, если делать что-то комедийное, то это формат Бридж Джонс. И вот нам нравится история Бридж Джонс. То есть история совсем оригинальная, она другая. Но просто вот сама вот эта неуклюжая женщина, молодая женщина, которая пытается тоже устроить свою жизнь. Нам хотелось посмотреть, да, правильно говорите, на актуальную проблему. А автор сценария тоже Осель? Кто автор сценария? Автор сценария я, мой близкий соратник, друг Николай Пак. Мы с ним от Адель вместе написали. И еще один наш друг из Москвы, Василий Зимзюлин. Он помогал мне писать «Свадьба на троих». У нас вот этот вот он три соавтора. Партнер Осель по этому проекту актер Санжар Мадеев. Он давно мечтал поработать с этой командой. И когда предложение поступило, согласился не раздумывая. Привет, Санжар. Привет, Майя. Я люблю экспериментировать. И жанр комедии для меня, он такой немножко неиспробованный. Это раз. Во-вторых, с Аскаром мы никогда не работали до этого. И как-то раз мы с ним договорились, что он напишет сценарий. А я соглашусь, даже не читая его. То есть у нас такое было пари. И он говорит, все, я написал сценарий, я говорю, окей, я согласен. Он говорит, ты даже не будешь читать, я говорю, нет, я не собираюсь читать. Он такой, ну смотри. И все, когда мы уже подписались на документы, мне пристали сценарий, я прочитал. Я был 300 раз счастлив, потому что я сразу согласился. А когда узнал, что партнершей по фильму будет Осель? Тоже было классно, потому что, я говорю, у меня осталось не так много актрис, с которыми я еще не работал, и для меня это тоже новый опыт, новые впечатления. Ну что ж, тогда будем ждать картину на экране. Музыка, кино – далеко не единственное, что интересует эту невероятно энергичную девушку, стремящуюся преуспеть и перепробовать в творчестве буквально все. Она училась на журналиста, режиссера и даже на психолога. Последнее, возможно, потому, что Осель хочет держать под контролем все, что происходит в ее жизни. Несколько лет назад она позволила себе довериться полностью, отдавшись чувствам и забыв про разум. И горько поплатилась за это. Скандальная история ее расставания с молодым человеком неоднократно обсуждалась на разных каналах, в разных программах, поэтому говорить о ней мы не будем. От этой темы устала сама Осель. Единственное, чем она готова поделиться, так это советом. Как вырваться из лап депрессии и снова начать жить. У меня был очень тяжелый период, правда, и длился, ну не соврать, наверное, года 3-4. Это незаметно было внешне, но внутри я ощущала невероятную пустоту. Мне казалось, что я какая-то, наверное, вообще неталантливая. Что вообще, что я делаю, чем я занимаюсь, наверное, и вообще мне замуж уже пора. Я ушла даже на какой-то период полностью из шоу-бизнеса. И вот не соврать, я просто лежала на диване и смотрела телевизор. Настолько вот у меня внутри была какая-то депрессия. И вот два года я училась на психолога, и вот параллельно начала заниматься вот этими всеми вещами. И потом высчитала, что, оказывается, вот по нумерологии это вот у меня такие, на самом деле, депрессионные какие-то года. Но я сделала что неправильно, мне надо было дальше учиться и учиться, и учиться. Когда происходят у людей такие вот периоды, в это время, может быть, работать не получается или еще что-то. Значит, надо читать, значит, надо много заниматься, учить языки начать. То есть выводить себя постоянно из состояния вот этой лени и какой-то лёжки. Преодолевать себя, да? Да. Я до сих пор невероятно сильно этим увлекаюсь. Как бы меня даже девчонки мои называют астролог Василиса. Даже советуются и говорят, что, в принципе, ты можешь заниматься этим более серьезно. Меня еще часто спрашивают, как так, тебе 30 лет, ты замуж не собираешься даже. Я, на самом деле, начала к этому вопросу подходить очень, очень скруплезно. То есть вот я, как бы, был в случае в моей жизни, когда я сильно обожглась. Тогда я сильно хотела замуж. Я бросила работу, думая о том, что нет, семья – это самое главное. Я также до сих пор думаю, что семья – это главное. Но я поняла, что время – это возраст, точнее, нельзя никогда на него опираться и говорить, что до 30 лет надо выйти замуж, до 40 лет надо родить пятерых детей, какие-то ставить себе рамки, потому что мы все разные. И когда, опять же, я ходила потом уже к нумерологам, и они мне говорили, что до раньше 32-х тебе можно и не париться. Это на самом деле пока так звезда там, или пока цифры так не складываются. Я интуитивно это чувствовала. И, короче, я на Ишака запрыл и поскакал, прикинь! Такой смешной! Слушай, Асель, а что ты делаешь сегодня вечером? Ну, я пока не думала. Может, сходим вместе в кафе? Ну, я не знаю. И то есть, когда в моей жизни произошел такой случай, я вообще, в принципе, сейчас стала очень закрытым человеком. Я даже не помню, когда последний раз ходила на свидание. Это не значит, что я не общаюсь. У меня просто есть очень много общих друзей, те компании, в которых мне комфортно сидеть, ну, в которых я чувствую себя в безопасности. Стало сейчас более разборчиво не всех людей. Если раньше у меня душа на распашку была, и я общаться могла со всеми, то сейчас я очень выборочно это делаю. И вот подойти в мой узкий-узкий круг, сейчас могут это единицы. Но зато я знаю этих людей, это проверенные люди. Вот сейчас я понимаю, насколько это ерунда, насколько материально это как-то, как объяснить. Это важно, я не спорю, но оно никогда не может стоять на первом месте. Что касается отношений, да слава богу, что получилось так. А если бы я вышла все-таки из-за этого человека замуж, и родила бы детей, представляете, как это было бы ужасно. Поэтому, как говорят евреи, спасибо, что забрали деньгами. Я на самом деле сейчас стала очень философски ко многим вещам относиться. И я думаю, что вот этот мой врожденный оптимизм какой-то, какие-то вот пофигизмы иногда, которые многих может раздражать, в том числе мою маму, когда она говорит, ну как, как можно было так. Но зато он мне помогает в жизни вот такие испытания преодолевать с легкостью. Не с легкостью, это, конечно, было невероятно больно, и какой-то период, естественно, это длилось. Но потом это я отбрасываю и выбрасываю из души настолько легко и закрываю, в принципе, доступ к этому, ко всему, что и вот психология на самом деле мне помогла очень сильно. Ну и, наверное, эта ситуация как индикатор, да, выявила людей, с кем можно идти пожить. Очень сильно. Я на самом деле удивилась. С меня как будто сняли розовые очки. То есть люди, которые, я думала, что это как моя правая рука или как моя там левая рука, или там мои уши, как будто как подменили или просто как будто... Ну вот правильно есть выражение, чтобы не очаровываться людьми. Чтобы не разочаровываться в людях, не надо ими очаровываться. Я сейчас придерживаюсь принципа. Вот, например, я на самом деле не так уж верю в какое-то понятие дружбы, честно. Стала вот как так относиться. Я просто понимаю, что в моей жизни есть люди, которых я люблю безвозмездно, не требуя ничего для себя взамен. Они не обязаны меня любить так же и не обязаны делать для меня то, что делаю для них я. Я получаю удовольствие просто от общения с этими людьми и просто от того, что я для них делаю. А как они относятся, это уже как бы... Это их... Интересная позиция. Да, но и к себе требую. То есть я никому ничем не обязана, и они мне ничем не обязаны. То есть я стала отсекать такие вещи, когда на меня могли обижаться, что я там, например, раньше мы встречались постоянно там с девчонками, какие-то вот такие вещи были, на меня страшно обижались. Я говорила, ну, у каждого своя жизнь. Вы хотите со мной общаться, дружить? Я не против вообще. Но не надо управлять, стараться, потому что это чревато. И как бы вот всю позицию... Те люди, которые приняли мою позицию, они в моей жизни есть. И они меня любят такой, какая есть. Я их люблю. И я могу теперь их видеть вообще раз в год, раз в полгода. Но чувствую тепло наших отношений. Вот. И я не верю, честно, в понятие женской дружбы. Честно. Я не верю. А у меня есть подруги близкие. Но я как объяснила свою позицию. Я их люблю и ничего от них не требую. И... Ну, и не люблю, когда от меня требуют. Вот мужская дружба, она есть, потому что она другая. Вот когда я проходила психологию, нам очень четко сказали, что женщина, женская зависть, она может быть всех оттенков. А у мужчин зависть есть только, оказывается, в одном. Это даже не власть и не работа, и не деньги. То есть это больше какое-то соперничество. А именно зависть такая страшная, за которую человек может способен быть убить, пойти там на какие-то такие поступки, это только женщина. То есть женская... Почему говорят из-за женщин? Воины начинались, это очень правильное выражение. А женщины могут завидовать, начиная от бусинки и заканчивая глобальными вещами. И как бы... А что заставило так в дружбе разочароваться? Тоже была какая-то ситуация? Ну, их... Да, череда ситуаций. Я же говорю, это был какой-то период моего, наверное, возрождения, что ли, можно так сказать. Перерождение. Это, как знаете, я Гарри Поттера очень люблю. Там есть птица Феникс. В самой первой, по-моему, части, или даже во второй, она дорастает до какого-то периода и сгорает. А потом вырастает снова. Смотрите фильмы с участием Асель Садвакасовой. На Айди ТВ. Что может быть приятнее, чем вечер в кругу семьи за просмотром любимого фильма? Видеотека Айди ТВ. Фильмы на любой вкус. Выбирайте видео по запросу. Или можете сразу подписаться на пакет. Выбирайте подходящий фильм, нажимаете описание и покупка, и вводите код 4 единицы. Позже вы можете сменить его самостоятельно. И все. Наслаждайтесь. Цифровое телевидение Айди ТВ. Твое персональное телевидение. К своим 30 годам она усвоила много уроков. Главный из которых – не доверять первому встречному, не открываться полностью без оглядки. Асель научилась держать под замком собственные мысли, чувства и даже планы. Начиная новый проект, она не рассказывает о нем никому, даже самому близкому человеку – маме. Кстати, мама Бахет Султановна, можно сказать, и определила будущее дочери. Асель выросла в маленьком городке Жетакара Костанайской области. Но ее мама сделала все, чтобы даже в провинции ее дочь имела доступ к самым разным кружкам и максимально развивалась. Асель, ну, занимаясь нумерологией и вообще психологией, вы наверняка знаете, что характер ребенка закладывается в детстве. Вот в вашей жизни эти самые яркие впечатления и ситуации. Что это были за ситуации? И были ли люди, которые очень сильно на вас повлияли? Однозначно, это самый главный человек, конечно же, мама моя, которая с самого детства в меня вложила столько. Хотя мы жили в очень маленьком городе, но я ходила там на все курсы, которые только могут быть. Почему очень важно вкладывать в ребенка все? Почему нельзя экономить на образовании своего? Это и есть самое лучшее вложение. И вот она с работы уставшая приезжала, забирала меня там. Я практически даже в садик не ходила. Я постоянно... У меня там курсы всевозможные были, танцы, музыкалка. Потом вот школа пошла, языки. Я не знаю, если бы было там еще что-то, я бы, наверное, и туда ходила. Вот все, что было в городе, я везде на это ходила. Вот. И второй человек, это была моя бабушка. У меня родители рано развелись, я с папой не общаюсь. Я общалась где-то до пяти лет. Я очень помню хорошо там свою Ажеку, папу помню, дядей, тетей. Но так сложилось, что дальше они перестали уже общаться сами. Я пошла в школу, и у меня уже не было возможности к ним есть часто. И как бы вторым главным человеком в моей жизни стала моя Ажека. Потому что мамам работало много, и, конечно, я, Ажека, жила с нами. То есть вы единственная. Я единственная в семье, да. И она вот вложила в меня тоже очень много. И вот чего-то такого, как сказать, чего-то человечного, что ли. Потому что она мне говорила всегда, как правильно, а как нет. Вот что вот так делать нехорошо, вот так делать. То есть как бы какие-то, наверное, такие, может быть, даже где-то советские качества, но которые я ценю очень в людях. И вот долгое время она формировала, она меня никогда не ругала. Меня вообще в детстве не ругали. Это тоже очень важный момент. И я даже не знала, что такое в угол встать. Я была невероятно гипершустрым ребенком. И когда маме говорили даже все вокруг, она у тебя такая разбалованная, ты почему ее не воспитываешь? Она потом тебе на шею сядет. И потом, когда я уже выросла, как бы, ну, вот такая, какая и есть, конечно, как бы мнение изменилось. Потому что, когда я училась потом на психолога, главное это факт, растить ребенка во внимании и любви. Внимание это, чтобы не упустить чего-то очень важного, что может не в ту степь его свернуть. А любовь, ну, это самое главное. И тогда он не вырастет плохим человеком, я в этом уверена, на сто процентов. Наталья, а отсутствие папы как-то сказалось на вашем характере? Все-таки для девочки это очень важно. Нет, на самом деле это важно для любого ребенка, присутствие двух родителей. Может, ваша ошибка вот эта вот первая, она может быть вытекла как раз-таки оттуда? Может быть, может быть. От вот этого неумения, может быть, или непонимания, неспособности разглядеть вот эти негативные качества мужчины? Скорее всего, да. Потому что, в принципе, наверное, мне бы было легче как-то понять психологию мужскую. Поэтому на самом деле, возможно, так и произошло. Потому что для меня как бы было, ну, как бы, открытием, что мужчины могут быть такие. Вот честное слово. Мальчики, я хотела вам сказать, что вы самые замечательные. Спасибо вам большое за все, что вы сделали. Хотя вы немного и со странностями. И поэтому как-то я не знаю. Ну, на самом деле, я благодарна этому человеку за опыт. Потому что я стала очень в один момент критично относиться к мужчине. То есть это неплохо, я так считаю, потому что я знаю, какой мне мужчина нужен рядом со мной. Намного сильнее он должен быть. Меня не связаны никак с шоу-бизнесом. Это точно. Человек, который, скажу так, твердо стоит на ногах. Потому что я не твердаю, он у меня профессия риск, риск на риск. Асель, в завершении нашего разговора хочется сказать, что вы и так сделали очень много. А самое главное, вы нашли дело всей своей жизни, направление, куда будете вкладывать всю свою неуёмную энергию. И знаете, хочется пожелать, чтобы какие бы сложности и трудности, разочарования ещё не пришлось вам в жизни пережить, чтобы всегда вы находили в себе силы, способность возрождаться из пепла, как та птица Феникс. Удачи вам. Спасибо вам большое. Я вам тоже желаю всех благ и всего самого хорошего. Вот такая история. Генеральный партнёр проекта «Цифровое телевидение IDTV». Твое персональное телевидение.